Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок, с вами компания RDM Import и мы продолжаем нашу серию коротких технических обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного поддержанного автомобиля. Герой нашего сегодняшнего выпуска это Nissan Tida в кузове C11. Tida первого поколения официально продавалась в России с 2007 по 2014 год, когда была заменена на более новую модель Nissan Centra. Продавалась Tida очень даже неплохо, выбор экземпляров на вторичном рынке достаточно обширный. И сегодня мы с вами разберемся, стоит ли вообще рассматривать для покупки этот автомобиль и на какие моменты следует обратить внимание при осмотре. В данном случае мы с вами имеем экземпляр 2011 года выпуска. Этот автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра, мощностью 110 лошадиных сил. Двигатель здесь сагрегатирован с автоматической четырехступенчатой коробкой передач. Автомобили, которые официально продавались у нас, соответственно имеют левый руль, могут иметь под капотом два варианта мотора. Это оба бензиновые 1,6 литра 110 лошадиных сил, либо 1,8 126 лошадиных сил. Младший мотор в моторной гамме агрегатировался либо с четырехступенчатым автоматом, либо с пятиступенчатой механикой. А на моторах 1,8 безальтернативно предлагалась только механическая коробка передач. Наш экземпляр 2011 года выпуска с мотором 1,6 литра 110 лошадок, обычным автоматом, привод здесь только передний. И традиционно осмотр автомобиля мы начинаем с кузова. Что касается кузова и качества окраски Nissan Tii до первой генерации. Кузов окрашен достаточно тонким слоем, слой окраса стандартный для большинства Nissan, где-то в районе от 90 до 120-130 микрон. КЛКП достаточно мягкое и кузов быстро покрывался сколами. Особенно это касается мест повышенного сколообразования. Это кромка капота, передний козырек крыши автомобиля. Соответственно, сколы, если их своевременно не залечивать, могут начать рыжать действительно. Однако в целом, если экземпляр, который вы осматриваете, не был серьезно бит и после этого некачественно восстановлен, очагов сквозной коррозии на Tii вы, скорее всего, не найдете. Также можно порекомендовать при осмотре автомобиля на подъемнике обратить внимание на состояние задних лонжеронов кузова, обратить внимание на состояние ниши запаски, соответственно, при осмотре снизу. То есть в этих местах также в первую очередь начинается коррозия на данных автомобилях. Соответственно, на вторичном рынке встретить Tii-ду с перекрашенным на второй слой капотом от сколов можно запросто. Также, что следует отметить, большинство проблем с кузовом характерны для автомобилей до 2008 года выпуска. Если вы смотрите Tii-ду от 2011 года и моложе, то, скорее всего, состояние кузова не должно вас сильно расстроить. Также при осмотре кузова автомобиля обязательно проверьте работоспособность всех дверных замков и самого центрального замка. В случае выхода из строя замков дверей на Tii-дах встречаются. Посмотрели автомобиль снаружи, автомобиль понравился, обязательно сверьте ВИН-номера и номер двигателя с номерами в документах. Что касается ВИН-номеров, то на европейской версии Tii-ды, которая как раз-таки поставлялась к нам, ВИН-номер дублируется трижды. Основной ВИН-номер нанесен на моторный щит с правой стороны по ходу движения автомобиля. Чтобы до него добраться, вам нужно будет снять пластиковую заглушку. Также ВИН-номер дублируется в окошечке с левой стороны лобового стекла. И третий дублирующий ВИН-номер выбит на приклепанной подкапотном пространстве табличке на правом брызговике по ходу движения автомобиля. Соответственно, в случае, если эта маркировочная табличка под капотом отсутствует, тщательнее проверьте правую сторону на предмет восстановления после серьезного ДТП. Номер двигателя на Ниссан Tii-ды выбит на площадке на стыке блока двигателя с коробкой передач. И очень хорошо виден сверху некой специнструмент для того, чтобы прочитать номер. Здесь не нужен. Итак, теперь поговорим о силовых агрегатах Tii-ды. Как уже было сказано во вступлении, под капот могли устанавливаться два варианта бензиновых двигателей объемом 1,6 литра и 1,8 литра. В нашем случае установлен мотор 1,6. Называется он HR16DE. Двигатель развивает 110 лошадок. Он четырехцилиндровый, рядный. Блок цилиндра выполнен здесь из алюминия. Что еще можно сказать про этот двигатель? Привод ГРМ здесь реализован посредством цепи. Причем надо отметить, что цепь на этих моторах выхаживает порядка 200 тысяч километров до появления первых симптомов необходимости замены. То есть треска при работе. Соответственно, цепь надежная. Натяжители цепи, как правило, тоже не доставляют каких-либо проблем. Двигатель имеет один фазовращатель. То есть муфту ВВТА на впускном валу. Муфта сама выполнена достаточно надежно. И каких-либо головников данный двигатель обычно не доставляет. Единственное, что желательно заливать сюда хорошее топливо и почаще менять масло. Где-то порядка 7 тысяч километров пробега. 7-8 сильно с этим делом не затягивать. Гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов на данном двигателе нет. Регулировка выполняется вручную. Регламент раз в 100 тысяч километров пробега иногда позже. То есть двигатель известит вас о необходимости выполнить регулировку клапанов высокочастотным стуком при работе. Данные двигатели являются очень надежными. По своей сути поршневая группа способна проходить порядка 300-350 тысяч километров без капитального ремонта. Что касается расхода масла на угар. Проявляется он в большинстве случаев уже после 200 тысяч километров пробега. Опять же не на всех автомобилях. Проблемы здесь могут возникнуть разве что по навесному оборудованию. В том числе роликам навесного оборудования, ремням и так далее. Но это относится к расходникам. Пожалуй единственный сюрприз, который может преподнести подкапотное пространство Теиды связан с отказом реле блока зажигания. Проблема такая на машинах ранних годов выпуска встречалась. Была даже отзывная компания производителя по ним. Но поменять одно реле в блоке предохранителей процедура достаточно нетрудоемкая и недорогая. Теперь поговорим о коробках передач. На Nissan Teeida могло устанавливаться два варианта автоматической коробки. Обе коробки четырехступенчатые. На дорестайлинговых и на рестайлинговых машинах соответственно они отличаются. Обе коробки достаточно надежны. Выхаживают без каких-либо проблем до 200 тысяч километров. Естественно при условии регулярной смены масла. Потом может понадобиться профилактика например гидроблока коробки. Но из нашей практики с какими-либо неисправностями, дефектами автоматических коробок на Teeida за 4 года мы не сталкивались. Что касается механических коробок передач на Teeida могла устанавливаться 5-либо 6-ступенчатая механика. Сцепление достаточно надежно. В целом выхаживает больше 100 тысяч километров при бережной эксплуатации. Но что надо иметь в виду. Если вы покупаете автомобиль с мотором 1.6 на механике, то опасаться вам особо нечего. Менять вы будете только корзину дисковыжимной. То есть маховик на 1.6 моторе просто обычная болванка. Никакого обслуживания, никакой замены он не требует. Но на моторе 1.8 уже устанавливается маховик двухмассовый. Что такое двухмассовый маховик, вы можете самостоятельно загуглить. Скажем так, узел не дешевый в замене. И возможно к 200 тысячам пробегов вам как раз таки придется его поменять. Двухмассовый маховик заявит о необходимости замены посторонними звуками при запуске и ударами при переключении передач на ходу. Однако Тииды с моторами 1.8 механической коробкой достаточно не часто встречаются на вторичном рынке. Что касается рулевого управления, рулевой рейки. Рейка на Nissan Tiaida C11 электрическая. Узел этот ходит долго, больше 100 тысяч километров. Способен пройти рейка ремонтопригодная. Продаются ремкомплекты, в том числе неоригинальные, которые стоят не так дорого. Проблемы на ней зачастую больше подкидывает не сама рейка, а рулевой вал. Соответственно, постукивание люфты в рулевом могут обозначать либо замену рулевого вала в сборе. Это вариант, как поступил бы официальный дилер. Либо можно просто поменять крестовины рулевого вала и спокойно эксплуатировать автомобиль дальше. Этот вариант более бюджетный. Что можно сказать про подвеску Nissan Tiaida в кузове C11? Подвеска здесь простая. Реализована она по традиционной для машин данного класса схеме. Спереди применена подвеска типа MacPherson, сзади у нас балка. Что касается компонентов подвески, то средний срок службы порядка 70 тысяч километров пробега. Подвеска не хлипкая, но и не чрезмерно крепкая для данного класса. Теперь по компонентам в первую очередь сдаются стойки и втулки стабилизатора. Их ресурс порядка 40 тысяч километров. Далее к 60-70 тысячам могут потребовать замены опорные подшипники передних стоек, которые заявят о себе характерным постукиванием при проезде мелких неровностей. Что касается шаровых соединений, ходят они порядка 100 тысяч километров пробега. Амортизаторы, новые оригинальные амортизаторы, также были способны отходить порядка 100 тысяч до замены. Также порядка 80 тысяч километров пробега служат сайлинг-блоки переднего подрамника. Также стоит отметить, что срок службы ступичных подшипников на данном автомобиле это 80 край 100 тысяч километров пробега. При этом чем более тяжелые колеса у вас установлены, чем больше будет размер дисков и чем ниже профиль резины, тем чаще, скорее всего, вы будете эти самые ступичные менять. А на данном автомобиле просто выпрессовать подшипник у вас не получится. Здесь применен ступичный узел, то есть меняется вся ступица в сборе. Но по ниссановской традиции стоимость этой самой ступицы вас не шокирует. Стандартно при осмотре автомобиля снизу, конечно, обратите внимание на сухость сальников. Посмотрите, чтобы у вас не подтекали и не потели сальники привода, чтобы у вас был сухой стык коробки передач с двигателем. То есть у вас не тек ни сальник гидротрансформатора, ни коренной сальник, задний сальник коленчатого вала. Одним из характерных больных мест ТИИДы в кузове C11 является прокладка приемной трубы выпускного тракта. Прокладка прогорала на автомобилях от 5 лет уже, то есть на 5-летних автомобилях такое встречалось. Проявляется это в том виде, что на оборотах выше 2000 у вас начинает сечь выхлоп, работает шумно, появляется такой злой спортивный звук. Прокладка эта стоит достаточно недорого, меняется она тоже несложно. Поменяли и катаетесь дальше в тишине, но вот такая проблема, тем не менее, на ТИИДах присутствует. Что касается задней подвески Ниссан ТИИДы, она здесь примитивная, используется балка компонентов минимум, ломаться практически нечему. Сайлентблоки самой балки выхаживают порядка 300 тысяч километров пробега, что в нынешних реалиях можно назвать вечностью. Кстати, тормоза на ТИИДах в круг дисковые, соответственно, не забывайте следить за состоянием ваших суппортов, направляющих, своевременно их обслуживать и смазывать. При тест-драйве автомобиля, при осмотре ТИИДы внутри, обратите внимание на три следующих момента, которые чаще прочих попадаются на Ниссан ТИИДы. Первый из них связан с работоспособностью кнопок на руле, если таковые предусмотрены комплектации, в нашем случае их нет, но если у вас есть, например, управление магнитолой, проверьте, чтобы все функционировало. Неработающие кнопки на руле могут быть связаны с обрывом подрулевого шлейфа. Также в этом случае может загораться лампочка Airbag и не гаснуть, гореть постоянно. Следующий момент на ТИИДах, как и на Кашкаях, как и на большинстве Ниссанов, достаточно слабым местом является мотор отопителя. Соответственно, обязательно при осмотре подержанного экземпляра обратите внимание на то, чтобы система климатическая работала нормально, чтобы обороты у вас добавлялись вслед за индикацией на дисплее климата, чтобы все было работоспособно. Особенно это касается проверки работоспособности заслонок, которые отвечают за изменение направления потоков воздуха. С ними здесь бывают проблемы. Также сам отопитель не должен визжать, шуметь, скрежетать. То есть любые посторонние звуки, сигнал к тому, что необходимо уже извлечь из недр панели сам мотор печки и уже обслужить его, а возможно и поменять. И третий момент. Это особенность, характерная, пожалуй, для Тииды. В большей степени обратите внимание на наличие величину люфта селектора автоматической коробки передач. То есть со временем он разбалтывается и начинает ходить влево-вправо. В некоторых случаях люфт бывает такой, что оказывается проблематично поставить селектор в положение выбранной передачи. Проверьте, чтобы все передачи у вас включались, что по этой части нет проблем. Забегая вперед, скажу, что люфт селектора устраняется достаточно просто подручными средствами. Итак, какой вывод можно в целом подвести под все вышеизложенное? Nissan Teida при своей неказистой и невызывающей внешности автомобиль достаточно надежный. Здесь в активе у нас отличный ресурсный двигатель, правда не спортивного характера. Классический гидромеханический автомат, который также способен выходить свыше 200 тысяч километров пробега. Правда, на праворульные варианты из Японии также устанавливалась вариаторная трансмиссия, но про нее разговор отдельный. В принципе, вопросов к ней также немного при регулярном обслуживании. Кузов Teida неплохо сопротивляется к коррозии по части внешней. Также этот хэтчбэк имеет самый большой салон в своем классе, причем с возможностью трансформации. Задний диван в Teida хэтчбэк способен отодвигаться на 25 сантиметров вперед-назад. И плюс ко всему, для эксплуатации в городе автомобиль удобен тем, что клиренс тут составляет 16,5 сантиметров, что очень даже немало. Ну вот и все на сегодня. Спасибо, что смотрели. Если данный обзор был вам чем-то полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть еще. Всего вам доброго. Пока.